Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня 31 августа 2024 года, суббота, последний день лета. Завтра 1 сентября, воскресенье. Сомневаюсь, что завтра кого-то поведут в школу. Ну, правда, не знаю. Ну и осень. Начало осени. Будем смотреть, что принесет нам осень. Вот так вот. Ну, а я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение, причем вот так сложилось, что следующее на очереди. Опять фотографическая работа. Работа петербургского врача-психиатра М.О. Шайкевича под названием «Психопатологический метод в русской литературной критике». Посвящается памяти Н.К. Михайловского. Михайловский Н.К. – это критик литературный. Ну, а эта статья, значит, она была прочитана в виде доклада на заседании Московского психологического общества 31 января 1904 года. Ну, и эта статья или доклад в виде статьи напечатан в журнале «Вопросы философии и психологии». Книга 73-я и издан в Москве в 1904 году. Ну, видите, мы уже в 20 веке, вот, уже идет война, пожалуй, русско-японская, но пока никаких сообщений нет. Итак, М.О. Шайкевич, врач-психиатр Санкт-Петербурга, психопатологический метод русской литературной критики. Посвящается памяти русскому критику литературному Н.К. Михайловскому. Итак, о красном цветке Гаршина, Гаршин, писатель русский, Н.К. Михайловский пишет, между прочим, следующее, цитата. «С этим удивительным рассказом вышло не совсем обыкновенное в нашей литературе происшествие. На него обратили внимание специалисты науки. Вестники клинической и судебной психиатрии профессора Мержиевского, господин Сикорский, это киевский врач-психиатр, профессор психиатрии, написал заметку, в которой признал, что красный цветок образцовым произведением, в смысле необыкновенной точности, верности, изображения, развития душевной болезни. Мы, читатели, были, конечно, обрадованы, это пишет Михайловский, и как будто польщены таким отзывом специалиста об одном из наших любимцев». Ну, это критик, критикуют кого? Вот, литературные критики, литераторов, естественно. Так вот он пишет, что мы, читатели, были, конечно, обрадованы и даже как будто польщены таким отзывом специалиста об одном из наших любимцев. Любимец, речь идет о Гаршине. Тем более, что и до него, то есть до отзыва господина Сикорского, чувствовали глубокую правдивость рассказа. Но мы не специалисты. Для нас красный цветок не только психиатрический этюд, а вместе с тем все-таки билетристика. И именно сказка, то есть нечто такое, в чем надо искать аллегории, подкладки чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки. Ну и каков же житейский субстрат красного цветка, вопрошает Михайловский? Здесь опять господин Гаршин покусился на великое, в кавычках. Правда, он ставил его в рамку безумной мечты, но это была его добрая воля. Ссылка Н.К. Михайловский, сочинение, изданное в 1897 году, том 6, страница 322-323. Дальше уже продолжается текст врача-психиатра М.О. Шайкевича. Эти интересные слова знаменитого критика включают в себя очень многое существенное по вопросу о психопатологическом методе вообще. И в русской литературной критике, в частности, с тех пор, как они появились в печати, в 1885 году прошло 19 лет. Многое, конечно, изменилось, но главное осталось. Прежде всего, Н.К. Михайловский отмечает, как, цитата, происшествие не совсем обыкновенное в нашей литературе, что на литературное произведение обратили внимание специалисты-психиатры. Действительно, в то время, кроме заметки профессора Сикорского о красном цветке, ссылка, профессор Сикорский, красный цветок, рассказ В. Гаршина, сборник памяти В.М. Гаршина, 1889 год. И появившийся в 1885 году работы профессора Чижа о Достоевском, ссылка, профессор Чиж, Достоевский, как психопатолог, Москва, 1885 год. Значит, профессора Чижа о Достоевском в русской литературе не было ни одного труда в этом направлении. Теперь, как будет, видно нише, психиатрические экскурсии в литературно-критическую область стали чаще и многочисленнее. В словах известного и столь компетентного критика, если исключить некоторый иронический тон, обрадованы, порщены, в общем, можно усмотреть одобрение для таких работ, в некотором роде признание их уместности, законности, но тут же следует важное указание на пределы их компетенции. Ведь разбираемые произведения не психиатрический этюд, а билетристика, в которой важна прежде всего подкладка чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки. Это цитата из Михайловского. И в настоящее время, несмотря на то, что количество работ как у нас, так и за границей, ссылка. Для примера приведу «Лебр», «Лербух» или «Лебр», «Лебр» или «Лехр», плохо напечатано, «Лебр» или «Лехр». Не знаю, как правильно, «Лехр» или «Лебр», значит, представление, скажем так, болезненного душевного состояния в драмах Шекспира. Это за границей, в 1898 году, у которого приводится 33 работы, начиная с 1843 года. Известное сочинение «Ламброзо», «Гениальность и умопомещательства», работа Макса Нардау «Вырождение». Кстати, я ее уже начал читать, вот и продолжил. «Гирша», «Гении и снятие масок». «Айны психологиши штуде», значит, психологическое исследование Берлины, Ляйпциг, 1894 год. Эмиль Лорент, «Ла поэзия декаденте, девант ля сайенс психиатрике». Париж, Лорент, да, Лорент, «Ла поэзия декадентов». На рассмотрении, скажем так, науки психиатрии, значит, издана Парижа, 1899 год. Два сочинения профессора Мебиуса «Юбадас патологиши Байгёте», 1896 год. «О патологическом у Гёте» и «Юбадас патологиши Байничче» 1902 года. Это работы Мебиуса о патологическом или болезненном, душевно-болезненном у Гёте, 1896 год, и о болезненном, душевно-патологическом у Ницше. Работа издана Мебиуса в 1902 году и новейшая работа «Лойгве» о Достоевском этюде «Медико-психологике Леоа» 1904 год. Ну вот так. И в настоящее время, несмотря на то, что количество робот, как у нас, так и за границей, ссылку я вам только что зачитал, в этом направлении все увеличивается, тем не менее, всякий психиатр, вступающий на этот путь, неминуемо встретит немало затруднений. Затруднения эти самые разнообразные. Говорят, что психиатр, указывая на те или другие болезненные черты в душевном складе того или другого действующего лица, как бы устраняет, обесценивает те нравственные и общественные задачи выполнять, олицетворять или как-либо выражать, которые призвано это самое лицо. В некоторых же крайних случаях видят реакционную попытку замаскировать социальный фактор биологическими условиями. Конечно, это только недоразумение. Тот или другой болезненный склад души отнюдь не умаляет всей силы и важности социальных условий, а наоборот, еще подчеркивает их. Патологическая душевная организация может быть и должна также непременно рассматриваться как одна из форм проявления ненормальных общественных условий, так что влияние последних отнюдь не колеблется, принадлежащим, конечно, понимании дела. Тоже можно сказать и относительно нравственной задачи, которую как-либо разрешает художник, имеется в виду автор билетристики. Все зависит от того, как отнесется к ней психиатр, усмотрев ком-либо из действующих ли болезненные черты. Конечно, если он скажет, что такое-то лицо одержимо тем-то и тем-то, так сказать, поставит клинический диагноз, они постараются разъяснить, какое же имеют отношение болезненные черты к основной задаче автора, то, понятно, такая работа мало будет плодотворной. Скажет, дело врача ограничить себя только своей областью. Но выводы же пусть делают литературные и художественные критики. По-моему, это бесцельное и подчас вредное сужение задачи, неосновательность которого, я надеюсь, доказать ниже. Последний упрек сам по себе несомненно существенный делают большей частью люди, для которых общественные условия представляют предмет наибольшего внимания. С этой точки зрения, конечно, нельзя считаться. С другой стороны, некоторые из самих же психиатров относятся скептически к подобного рода работам и смотрят на них, как на научную роскошь, которой можно уделить время только в часы досуга, презрительно окрещивая их билетристикой. Обследовать детально кровоизлияние в спину и мозг или ход заднепродольного пучка – это будет научная работа. Показать же, правильно ли настоящий художник разрешает нравственную задачу, эксплуатируя психопатологический материал – дело неважное и недостойное серьезного и научно образованного психиатра. Другие также заявляют, ведь выведенные лица – не живые существа, а плод художественной фантазии. Следовательная психиатрия тут ничего не объяснит и ничего не приобретет от изучения этих типов. Ну вот я напомню Плюшкин, тип Плюшкина, там много обсуждающийся. Это же литературный тип, это не живой тип. А там спор шел между профессором Чижовым и врачом-психиатром Капланом. Я еще туда вмешался со своей статьей, и врач-психиатр из Самары, Португалу. Понимаете, спор был. Значит, ставили диагноз Плюшкину. Значит, профессор Чиж ставил ему диагноз, старческую деменцию. Доктор, скажем, Каплан говорил, что Плюшкин это пример, скажем так, старческой, старости физиологической. Причем, значит, профессор Чиж говорил, что Афанасий Иванович и Плюхерия Ивановна из старосветских помещиков, это образцы, значит, здоровой старости. А Коган, Коган, этот вот, Каплан, доктор Каплан, значит, утверждал обратно, что и Плюхерия Ивановна, и Афанасий Иванович, особенно Афанасий Иванович, после пяти лет, через пять лет после смерти супруги, это был тип глубочайшей старческой деменции. Понимаете? Вот это, конечно, меня и смущало. И я там в своем комментарии сказал, что трудно же говорить, это же идет не о живом пациенте, который имеет анамнез, который будет иметь катамнез, которого можно проследить. А это художественный образ, который вот взят, взят в статическом своем состоянии, и все. Поэтому я считал, что работа, конечно, нужная вот, и спор, спор абсолютно беспочвенный между этими двумя, скажем так, психиатрами. И потом еще, значит, туда же добавился со своими пятью копейками врач-психиатр из города Самары, периферийный психиатр, доктор Португалов. Вот так. Вот тут же как раз и Шайкевич об этом и говорит. Я уже не говорю так. Значит, другие также заявляют, ведь выведенные лица не живые существа, а плох художественной фантазии, следовательной психиатрии. Психиатрия тут ничего не объяснит и ничего не приобретет от изучения этих типов. Я уже не говорю о подозрениях обыденно-житейского характера, это Шайкевич пишет. Уже из предыдущего видно, что путь психиатра-критика не лега, главным образом потому, что самый метод совершенно еще не обоснован, не установлены его задачи, сфера его влияния и пределы его компетенции. В настоящей работе я делаю попытку по мере сил облегчить труд психиатра-критика, то есть рассмотреть, когда и в каких пределах психиатр может и должен разбирать литературные произведения, какое может иметь значение его разбор как для художественного произведения, так и для психиатрической науки, какие научные, литературные и общественные цели могут и должны преследовать подобного рода труды. Для этого я избрал путь индуктивный, то есть я рассмотрю все написанное в этом направлении русскими психиатрами, что и само по себе не лишено интереса, да, кроме того, работы эти, указав на желательное и нежелательное, полезное, ненужное и даже вредное, помогут разрешить по возможности поставленную мной задачу. Все психиатры, писавшие на литературные темы, обращали свое внимание или на личность писателя, или разбирали художественные произведения и выведенные в них лица с психиатрической точки зрения. По влияниям изучения уголовной антропологии некоторые психиатры не могли обойти и жизни преступников, поскольку она рисовалась в произведениях наших билетристов. Начну с работ, посвященных личности писателя. Особенно выделяется прекрасная речь Баженного Николая Николаевич, московский психиатр. Ссылка. Николай Николаевич Баженов «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. Москва, 1903 год, страница 112». На тему душевная драма Гаршина. Прежде чем говорить о психической болезни Гаршина и о психопатических элементах его творчества, доктор Баженов делает важную с методологической точки зрения принципиальную оговорку. Цитата. «Прошу вас не думать, пишет автор, что такие попытки подойти с клиническим анализом к художественным произведениям, свидетельствовать о некотором вандализме ученых, о том, что специалисты, увлекаясь своею исключительной точкой зрения, теряют чувство меры и не умеют в своих исследованиях остановиться на той границе, за которой может быть оскорблено чувство пиэйтета в душе писателя, читателя. К таким этюдам нас побуждает стремление найти разгадку того сложного и высшего и до сих пор таинственного психологического акта, который именуется творческим вдохновением. Работы наши в этом направлении должны помочь нам постичь механизм художественного творчества великих мастеров мысли и слова и, следовательно, служить лишь к возвеличению их памяти. К возвеличению их памяти. Конец цитаты доктора Баженова. Таким образом, раскрывая пред нами душевную драму Гаршина, доктор Баженов не думает ограничиться постановкой клинического диагноза болезни, которой страдал этот дорогой для всех нас писатель и не менее дорогой и редкий человек. Пользуясь биографическими сведениями и литературными произведениями Гаршина, доктор Баженов дал нам живую характеристику нормальной психологии его, говоря, что все созданное им не представляет собой цитата внешне объективно наблюденные и положенные на бумагу типы. Это образы, запечатленные явной печатью субъективизма. Это живые художественные проповеди любви и самопожертвования. Это грани одного и того же драгоценного бриллианта благородной и любвеобильной психической индивидуальности самого автора. Конец цитаты. Не приходится, конечно, сомневаться в диагнозе циркулярного психоза, который определил доктор Баженов у Гаршина. Но если бы только на этом наш автор и остановился, что определил здоровые и больные стороны в душе Гаршина, то задача, по-моему, была сделана меньше даже, чем наполовину. Это было бы только еще большее нагромождение материала психологии великих и талантливых людей. И в столь неясную, неразработанную область, как психология творчества и в данном случае Гаршина не была бы проложена новая тропинка. Но такую тропинку доктор Баженов проложил. Он сделал весьма важное предположение, что Гаршин творил, когда на него находило в кавычках, конечно, в начале легких маниакальных приступов, выражающихся только в приливе энергии, повышении интересов, усиленной и ускоренной работоспособности. Конец цитаты. Тут он ответил, тут он отметил и пагубное влияние, которое оказывало болезнь на творчество писателя, особенно в периоды угнетения, то есть меланхолии. Не забыл доктор Бажена в этой речи затронуть интересный и мало освещенный вопрос об отношении нравственного склада художника имеется в виду Гаршина к переживаемому им во время самого акта творчества. Мы видели, что все произведения Гаршина являются непосредственным отражением его прекрасной души, питавшей в себя, казалось, всю мировую скорбь и всю мировую любовь. Если относительно художника, изображающего темные, отрицательные стороны жизни, можно задать вопрос, насколько представлены им образы внешне, так сказать, для него является только своеобразным сочетанным отражением наблюденного и воображение и только пережитым, настолько все страдания, вся любовь, все чистое и прекрасное произведение Гаршина, без сомнения, является для него глубоко субъективным его плотью и кровью. Выше я сказал, что доктор Баженов проложил тропинку. Я этим не хочу сказать, что сделал мало, но получается, все уже некоторая неполнота. Действительно, приводимые биографические сведения указывают на совпадение наибольшей творческой деятельности Гаршина с легкими маниакальными приступами, но как бы последние не выражались, в цитата приливе энергии, повышение интересов, усиленной и ускоренной работоспособности, конец цитаты, все же они представляют собой нечто иное, как болезнь, которая по своим, во всяком случае, разрушительным свойствам, не может благоприятствовать созданию совершенных произведений. И сам доктор Баженов приходит ко мне на помощь в этом моем предположении, когда он делает важное и интересное заключение по поводу старого афоризма Аристотеля о родстве гениальности и безумия. Он говорит, цитата, «Мои личные работы, это Баженов говорит, в этой области наводит меня на мысль», многоточие, что гению родственно не безумие вообще, а лишь некоторые формы дегенеративных психозов, а именно те, которые отличаются периодическим или пароксистическим, пароксизмальным характером, включая сюда и эпилепсию, и при том с той оговоркой, что термин дегенерация следует понимать здесь не в ходячем смысле вырождения, а в смысле известной дисгармонии, неустойчивости, происходящей, быть может, не от прирожденного убожества, дегенерации, а от неполноты, незавершенности, создания высшего психического типа, прогенерация, конечно, неполная, несовершенная, прогенерация, это противоположная дегенерация, дегенерация, это значит, процесс, идущий назад, а прогенерация, процесс, развитие, идущего вперед, прогресс, если предыдущие предположения автора грешит некоторой неполнотой, то последнее само по себе чрезвычайно заманчивое, к сожалению, еще больше запутывает вопрос об отношении гения, таланта к безумию, конечно, доктор Баженов разумеет здесь только тех гений неофиталантов, у которых наблюдали какие-либо душевные уклонения или даже определенные душевные болезни. Прежде всего, биологический термин прогенерация, как известно, далеко еще не установлен, но если по прогенерации в данном случае разумеет недоразвитие высшего психического типа, а по дегенерации уклонения выражения среднего нормального психического типа, и если высшим психическим типом считать человека наиболее совершенного с точки зрения индивидуального и общественного благополучия, то прежде всего на практике дело придется столкнуться с массой затруднений. Например, если принять описание личности Гоголя, смотри ниже, сделанное профессором Владимиром Федоровичем Чижом, и сопоставить все гениально положительное и все болезненно отрицательное, да не забыть личное благополучие Гоголя и все, что от него приобрело человечество, то после такого взвешивания на биологических весах как Гоголя назвать дегенерантом или прогенерантом? Вопрос. Кроме того, бросается в глаза еще специально психиатрическое недоразумение. Неужели периодические психожи и даже эпилепсии можно считать только за дисгармонию, неустойчивость, происходящую не от выражения, а от прогенерации высшего психического типа? Вопрос. Значит, эпилепсия в одних случаях проявление дегенерации, а в других про генерации? Вопрос. Мне кажется, некоторые неясны. В данном случае произошло оттого, что одному и тому же биологическому явлению, как по его существу, так и в целом объяснение, так и в целях объяснение дается не только различное название, но и приписывается иная роль, и рассматривается оно, как два различных явления. На самом же деле, мне кажется, все обстоит несколько иначе. Значит, термин прогенерации был виден Баженовым психиатром. Учение о выражении как болезненном уклонении от нормального основного типа это данные Морреля. Моррель на французском языке Париж 1850 год. Это Моррель французский психиатр. Несмотря на всю свою относительность, принято всеми психиатрами. И такие болезненные состояния, как периодические психозы и эпилепсия большинством признаются как проявление того же выражения термин прогенерация во всяком случае чрезвычайно неустойчив даже по сравнению с выражением. Но допустим, что человек страдающий или периодическим психозом или эпилепсией, то есть имеющий изъяны в душе, ведущий к вреду как его лично, так и его рода, одновременно наделен художественными дарованиями, благодетельными опять как для него лично, так и для целого рода. Что можно сказать про такого человека? Ведь все дело, очевидно, сводится к плюсу и минусу, если перевесят положительные полезные качества, назовут прогенерантом, а отрицательные дегенерантом. Причем черты дегенерации во втором случае будут называться первым уже чертами прогенерации. На основании сказанного видно, сколь сбивчиво или сбивчив термин прогенерация. Гораздо удобнее, мне кажется, в таких случаях держаться термина предложенного маньяна. Маньян – французский психиатр девятнадцатого века. Де дженери супериор, высший дегенерант. Высший дегенерант. Гоголя можно было назвать по терминологии маньяна высшим дегенерантом. Цитата. Я не могу утверждать, оговаривается доктор Баженов. Это как научное положение, я только ставлю как очередной вопрос. Но мне кажется, такая постановка очередного вопроса, как было указано, вряд ли ведет к его уяснению. Это уже Шайкевич. Если я сделал это специальное отступление, то потому, что полагаю самым существенным подобных медика биографических работах выяснения отношения душевных уклонений к таланту и в частности к художественному творчеству, я выше сказал, что ценное предположение доктора Баженова о том, что Гаршин творил во время легких маниакальных приступов, страдает все же неполнотой. Действительно, остается пожалеть, что автор не потрудился разобрать, не носят ли эти, хотя и совершенные произведения каких-либо следов болезненного состояния их творца. Вопрос. От этого, повторяю, весьма ценное предложение или предположение доктора Баженова только получило бы большую убедительность. Об отношении доктора Баженова непосредственно к литературным произведениям Гаршина я намерен говорить в другом месте. Я вам кратко подложу итог, что доктор Бажена предположил или утверждал, что Гаршин, писатель Гаршин, страдал циркулярным психозом, то, что сейчас называется биполярно-аффективным расстройством, и что в состоянии легкой гипомании он находился на вершине своего творчества. Это неоспоримый факт. Многие или подавляющее большинство или почти все творцы, художники, писатели, поэты, композиторы, артисты, предприниматели, предприниматели находятся на пике своей деятельности именно в маниакальной фазе, в депрессивной фазе, в фазе угнетения. Значит, их творчество, их работа, их продукция, их прогресс останавливается. Так, пока же необходимо отметить существенные выводы из его речи. Гаршин был человек редкой, высоко благородной и любящей души, несмотря на его душевную болезнь, циркулярный психоз, болезнь, указывающая на черты вырождения в той же прекрасной душе, а также то важное предположение, что время творчества Гаршина сопало с временем легких маниакальных приступов. Особенное внимание обратили наши психиатры на жизнь и болезнь Гоголя. Доктором Баженовым же сделано обстоятельное расследование в публичном чтении на годичном заседании Московского общества невропатологов и психиатров под заглавием болезнь и смерть Гоголя. Ссылка Н.Н. Баженов психиатрические беседы и так далее 1903 год. И тут как и предыдущие речи доктор Баженов говорит цитата медицинская в частности медика психологическое расследование биографии условий творчества нервно-психического здоровья иногда даже симптомов предсмертной болезни великого художника есть единственный ключ который находится в нашем распоряжении чтобы проникнуть в ту загадочную и таинственную лабораторию человеческого духа имя которой творческий гений конец цитаты здесь здесь же мы встречаемся со знакомой нам гипотезой о прогенерации высшего психического типа но несмотря на эти интересные принципиальные указания эта работа еще меньше дает данных для представления о соотношении болезни Гоголя к содержанию процессу его творчества автор полностью собрал материал необходимый и вполне достаточный для заглазного определения болезни которая предполагается форме периодической меланхолии развившейся на почве врожденной невропатической конституции кстати и профессор Чиш тоже говорил значит о периодической меланхолии о меланхолии правда и скажем скорее даже не о периодической меланхолии а меланхолии сменяющейся и манией гипоманией я конечно не думаю оспаривать важности одного определения болезни вот такого писателя как Гоголь но все же это будет только малая часть труда только сырой материал ведь психиатрическая наука сама по себе мало выиграет если станет известным что Гоголь дорог как творец гениальные произведения важно знать действительно ли он был болен душевной болезнью как он мог творить раз был болен когда он творил мешала ли ему болезнь и насколько как одновременно уживались его душе моральные странности если не недостатки с той грозной сатирой которую проникнуты его выдающиеся творения не являются ли слабые стороны его сочинений с листами его болезни и так далее вопрос к сожалению на все эти вопросы мы не найдем ответа в обстоятельном медико-биографическом труде доктора Баженова может быть его нет потому что эта работа медико-биографическая и была прочитана в заседании специального общества хотя и публично но тогда что значит приведенное в начале указания вопрос ведь недостаточно для уяснения механизма творчества страдавшего душевной болезнью писателя определить только первое психологический склад личности и в частности ее неправильные психопатические особенности и второе развившуюся на этой почве душевную болезнь сам доктор Баженов не довольствуется же таким определением как мы видели в речи душевная драма Гаршина и в ней же рассматриваемой статье больные писатели и патологическое творчество остается только пожелать что доктор Баженов не довел до конца высказанное им же в начале пожелания пробел этот попытался нет пробел этот пополняет профессор Чиж профессор Чиж болезнь Гоголя то что я вам зачитал в своем высокой степени обстоятельном труде напечатанном в вопросах философии и психологии здесь собрано также много биографических данных на основании которых профессор Чиж несколько расходится в диагнозе с доктором Баженовым предполагая что у Гоголя был параноидический характер в связи с общей невропатией ссылка мне очень было приятно узнать что профессор Чиж признает особый параноидический характер как разновидность психопатических натур в существовании такого характера я несмотря на свою недолголетнюю психиатрическую деятельность давно убедился конечно наблюдая таких людей не в больнице кстати там был мне задан вопрос как я значит о каком заболевании думаю я базируясь на основании данных приведенных Чижом я высказал я например считаю что по моим по моим данным по моему мнению Чиж в основном страдал конечно Чиж был психопатом то есть прошу прощения Гоголь был конечно психопатической личностью вот и основу основу составляла конечно нарциссическая психопатия я указал это мания величия но мания величия не в смысле параной параноидального бреда величия он считал себя самый умный а все остальные существователи понимаете это первое второе планов громадье вы помните как Гоголь Гоголь не имея значит я опять ссылаюсь на данные профессора очищает что скажем Гоголь не хотел учиться не любил учиться избегал учиться то есть по сути дела что Гоголь был необразованным человеком или малообразованным человеком и вот будучи малообразованным человеком это планов громадье ну насчитал хотел написать четырехтонную историю Малоруссии Украины а потом значит восьмитонную или девятитонную историю средних веков не зная я значит будучи малообразованным понимаете его человеком он хотел занять кафедру в Киевском университете потом с помощью своих протекций своих почитателей он занял кафедру в Петербургском университете и там и облажался говоря грубо языком облажался он был уволен по приказам министра просвещения графа Уварова это типично для нарциссов у них планы планов громадье планов громадье и эти все планы чаще всего заканчиваются медным тазом накрываются следующее этот эгоизм себя люби он же любил только себя следующее очень важный значит симптом нарциссии нарциссма это беззастенчивое использование рядом находящихся рядом с тобой людей в своих целях значит то что описывает профессор Чиш это так и есть у него не было друзей у него были он обладал очень хорошей склонностью умением находить нужных выгодных ему людей и эксплуатировал их эксплуатировал ужасно эксплуатировал причем опять же что типично для нарциссов если эксплуатируемый выжат как лимон или не признает скажем так этого нарцисса в качестве исключительной личности не проявляет свое скажем восхищение им то это вызывает гнев и отрицательное отношение к этому скажем нечестивцу да и прекращение отношений с ним это Гоголь это Гоголь значит профессор Чиш говорит о том что скажем так у Гоголя была периодическая меланхолия так вот как раз я вам хочу опять сказать что и у нарциссов периодически особенно в связи с какими-то внешними факторами не внутренними эндогенами тоже когда они чего-то не достигают терпят поражение у них также наступает меланхолия особняком особняком стоит и меня очень заинтересовал след значит вот это то что я сейчас вот скажем так значит перечислил это как раз и есть типичный типичный кстати и паранойя там там тоже мания величия я самый лучший все остальные идиоты понимаете вот но это паранойя это паранойя она отличается у нее привкус другой у нее структура другая чем у настоящей паранойя величия понимаете вот чем я у гоголя и были предпосылки считать себя скажем так великим понимаете а у паранойя там нет абсолютно никаких предпосылок более того это могут быть самые посредственные личности и которые вдруг скончится начинает возникает идея что вот они великие и так далее и так далее и тому подобное значит особняком вот что стоит очень меня заинтересовавшее но я не могу дать никакого ответа на это это вот сексуальная сексуальная скажем так статус гоголя ведь смотрите никто об этом не пишет правда профессор пишет чеш указывает что там какая-то недоразвитая сексуальная значит статус сексуальные отношения и все он конкретно он конкретно ни о чем не говорит но ведь Гоголь не был женат ведь Гоголь никого не любил из женщин там было правда значит в старости уже лет не в старости он умер Гоголь умер в возрасте 43 лет какая-то старая но вот уже где-то в 40 в 40-летнем возрасте он скажем так посватывался к вье к вье горской да значит аристократки значит ну так чеш там объясняет что это уже были значит он объясняет это сватовство так сказать все все таки значит наступившей деменции упадком упадком я не возражаю я не возражаю что скажем так имеется значит уже под конец жизни имеется все-таки упадок вот не буду говорить там синильная какая синильная в 40 лет или в 43 года он умер в 43 года какая синильная деменция и так далее и так далее ну вот сексуальные ну скажем так я избегаю слова ориентация вот сексуальный статус непонятен кстати естественно вот этот сексуальный статус отсутствие интереса к сексу к сексу вот это один из типичнейших симптомов шизоидной психопатии поэтому я и говорил отвечая значит на вопрос пользователя что я представляю что Гоголь страдал комбинированной мозаичной психопатией где значит основные проявления можно отнести к нарциссической психопатии а вот сексуальная вот эта сексуальная скажем асексуальность асексуальность в каком плане он конечно уже не он носил признаки мужчины асексуальность в плане интереса к сексуальности понимаете вот и так далее это конечно можно значит ну приписать шизоидной психопатии то есть с моей точки зрения с моей точки зрения вот Гоголь Гоголь не страдал ну каким-то эндогенным расстройством кстати и Чеш писал что наследственность в целом скажем так у него не было с компрометированием отец умер от туберкулеза ну вот мама там страдала скажем таким значит перепадами настроения но в целом была здоровой женщиной и так далее и тому подобное поэтому я исключаю психоз в буквальном смысле слова я больше считаю что все-таки у Гоголя его патология она была в таком психопатологическом психопатическом плане поведение мировоззрение взгляды я сейчас говорю только о медицинской я не говорю о его гениальности я не могу вообще об этом говорить потому что я не литературный критик и скажем так и уже в детстве в подростковом области читал некоторых хотя у моих родителей было полное собрание сочинений Гоголя естественно меня больше интересовал Ви страшно да и его вообще такие скажем так вот кстати кстати вот почему-то никто из критиков да вот до сих пор тех которых я зачитал не значит дают оценку его вот этой ну вот скажем работе Ви да помните Хама Хама это вот что это такое это что мистицизм склонность к мистике то есть я все-таки считаю что Гоголь Гоголь был скажем если выражаться сегодняшним языком психопатической личностью вот но в рамках этой психопатии конечно преобладал нарцисс нарцисс это он только себя любил он только себя любил он только себя его религиозность не знаю если я исхожу из того что описывает профессор Чиш это не настоящая религия это религиозность значит для того чтобы помочь себе потому что он боялся он был и конечно в то время люди верили в существование ада рая он боялся он боялся попасть в ад поскольку он считал себя грешником и поэтому это религиозность это было замаливание грехов чтобы не попасть в ад чтобы не страдать и не мучиться вот моя трактовка Гоголя ну хорошо я просто решил здесь вам значит свою точку зрения высказать значит пробел этот пополняет профессор Чиш и вот опять не очень было приятно узнать что профессор Чиш признает особый параноидический характер как разновидность психопатических натур правильно тогда не знали еще о нарцизме тогда не было еще во первых классификации не было но так вот параноидический характер это же не паранойя а параноидический характер это и есть нарцисс ведь нарциссы нарциссы это не параноики а у них именно параноидический характер мания величия мы самые умные я и так далее а все остальные это идиоты все должны молиться на меня все должны и восхищаться мной. Я, 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 я. Поэтому я думаю, что моё, вот моё, скажем так, моя трактовка, чем страдал Гоголь, вот, скорее всего, преобладал, конечно, нарцизм. Куда всунуть, куда всунуть, так, грубо говоря, вот эту асексуальность, в моём понимании, в кавычках, то есть полный дезинтерес к сексуальности. Я не знаю. Значит, если исходить из современных знаний, это шизоиды. Шизоиды, они, для них сексуальность не имеет никакого значения. Никакого. Поэтому я и предположил, и обозначил в ответе своём пользователю, что мозаичная психопатия комбинирована с преобладанием нарцизма, ну и вот это, скажем так, сексуальный дезинтерес, это вот уже вторые черты, но это вот только вот такой, значит, ограниченный, да, ограниченный, парциальный, значит, симптом шизоидности. Ну вот так, ну читаем дальше. Значит, мне очень было приятно узнать, эта ссылка уже Шайкевича, что профессор Чиз признаёт особый параноический характер. Не забудем, что это конец 19-го, начало 20-го века. Как разновидность психопатических натур. В существовании такого характера, я, Шайкевич пишет, несмотря на свою недолголетнюю психиатрическую деятельность, давно убедился, конечно, наблюдая таких людей, не в больнице. Вот вам и всё. Мы тогда же не знали, что такое нарцизм. Вот и всё. Значит, приписывали вот это, их вот это, сибирюбие, вот это, значит, праноическое, но это не паранойя. Вот, значит, Чиж, значит, дал вот такое наименование. Кстати, я зачитал работу Чужая, праноический характер, за 1905 год, в пятом году. И там понятно, что они конфликтны. Они конфликтны, они конфликтуют, а нарциссы же, они же конфликтны. Они терпят только тех, кто молча почитает, и преклоняется перед ним, перед ними и всё. Так они очень конфликтны. Особенно, если кто-то возражает, критикует и так далее, и так далее. И не признаёт их заслуга. Так. Чиж несколько расходится в диагнозе с доктором Баженом. Предполагаю, что у Гоголя был параноический характер. Чиж. Ну, скажем, то, что я вкладываю в нарцизм в связи с общей невропатией. Признание у Гоголя параноического характера, по-моему, очень вероятно, о приступах меланхолии, которые доктор Баженов склонен распатривать как приступы самостоятельной болезни, я бы скорее отнёс только к эпизодам его длительного параноического состояния, перешедшего впоследствии первичное сумасшествие. Ну, не знаю, не видел я первичного сумасшествия. Манию величия, да, вот, скажем так, но не в параноическом плане. Всё-таки он же это понимал. Он же понимал. Это же не паранои. Паранои это совсем другое, вы понимаете. Вот бред величия, параноидальный, это совсем другое. А, скажем так, бред величия, ну, или мания величия у нарциссов это совсем другое. Это совсем другое. Там тоже есть, но это же не бред. Они такие, конечно, можно посчитать, но это всё-таки это два, две разные вещи. Параноидальный бред величия и, скажем, бред величия у нарциссов. Это разные вещи. Ну, а вот то, что Шайкевич пишет, значит, то есть, я с ним согласен, в каком плане, что я говорю, что приступы меланхолии периодии, они в рамках, скажем, нарциссического характера или психопатии, они могут быть там периодически, когда неудачи. Понимаете? Когда неудачи. А вот то, что, значит, длительного параноидического саима, пересчетшего посредствия первичное сумасшедствия, я не видел у Гоголя первичного. Вот, из тех материалов, из тех данных, приведенных чужом, я не видел там никакого сумасшедствия. Теперь посмотрим, какое влияние, по мнению профессора Чижа, имело болезнь на творчество Гоголя. Прежде всего, мы узнаем, что художественное дарование Гоголя после тяжелых приступов меланхолии ослабевало. Малороссийская повесть, малороссийские повести, ревизор были написаны значительно раньше. Что касается мертвых душ, то для профессора Чижа является несомненным, что все вопросы, что все воспроизведенное в них было воспринятым Гоголем до его отъезда из России. Что еще до этого момента, весь материал для этого удивительного произведения был уже готов. Я вам хочу сказать, что, в общем-то, нарциссы, они деградируют. Они ничего не добиваются за редким, рычающим, значит, скажем, исключением. И в конечном итоге они деградируют. Нарциссы. Потому что все укладывается. Все укладывается. Деградирует. Понимаете? Вот. Они терпят неудачи своим поведением в результате своего поведения. А поведение в результате болезни. Нарциссам это болезнь. Но это психопатия. Вот чем вся проблема. И в конечном ей итоге они находятся вот как пушкинская старуха у разбитого корыта. требования большие, завышенные, требуют, и требуют, и требуют. В конечном итоге полный крах. Полный крах. И вот я слежу за одним человеком. Не буду называть его. Слежу за одним человеком. и, скажем так, вот по завершению его карьеры, вот, я буду иметь основания, основания, значительнейшие основания, вот, своим этим представлением, что нарциссы всегда заканчивают крахом. Всегда заканчивают крахом. Вот так вот. Ладно. уменьшение таланта заметно для профессора чужая и причине самой гениальной сатиры. Так, Гоголь уже не заботится о верности или точности внешней обстановки действия. Не постарался узнать, что ему было неизвестно. Вторая часть «Мертвых душ» еще более говорит о том же. Сравнение первой и второй редакции Тараса Бульбы убеждает автор, что художественный вкус Гоголя ослабел. Кстати, Шейкевич пока перепевает, перепевает, комментирует, комментирует работу Баженова, Чужа, понимаете, своих мыслей пока я не вижу у него. Вторая часть так. Сравнение первой и второй редакции Тараса Бульбы убеждает автора, что художественный вкус Гоголя ослабел. Истинно художественные места заменяются искусственной риторикой, имела драматическими положениями. После припадка в 1839 году гений Гоголя ослабел настолько, что драма из малороссийской жизни ему совершенно не удалась. Гоголя остановился в самом начале патологической организации нервной системы Гоголя читаем дальше у Чужа мы должны объяснить своеобразные особенности его творчества. Ни одного художника нет так много незаконченных или даже только начатых произведений, как у Гоголя. кстати, это тоже типично для нарциссов. Это тоже типично. Все их задумки, вот эти планы громадил, как я выразился, ну в такой нелитературной форме, накрываются скажем так медным тазом. Не заканчивается крах, крах, крах. Так, число нам известных незаконченных произведений крайне велико, законченных же относительно мало, это по Чужу. В 1841 году, по мнению профессора Чужа, является окончательным в деятельности Гоголя. Известно, что сатирия, это мнение профессора Чужа, он крупный психиатр, но надо не забывать, в какое время он жил и состояние психиатрии. Известно, что сатирическое отношение Гоголя к русской действительности некоторые ученые объясняли его малороссийским происхождением. неприятнее не согласными академик Пеппин полагает, что причину во всем характере развития Гоголя полагает его причину не согласными с этим академик Пеппин полагает его причину во всем характере развития Гоголя. Профессор Чиж оспаривает это мнение, он утверждает, что Гоголь был человек бесчувственный к К страданиям крепостных, совершенно верно, на нарциссы они абсолютно лишены эмпатии, абсолютно, там ни на грош, ни на цента нет эмпатии. Он утверждает, что Гоголь был человек бесчувственный к страданиям крепостных и вообще был более или менее солидарен с современным ему порядком жизни. Сатирическое и особенно мрачное отношение профессора, профессор Чиш объясняет постепенно усиливающимся меланхолическим настроением, постоянными неприятными чувствованиями, развивавшимися, между прочим, благодаря половому недоразвитию. Вот, половое недоразвитие. Что это за диагноз? Половое недоразвитие. Понимаете? Он же не был жена, у него не было влюбленности. Там уже под конец жизни, будучи, скажем, в таком опустошенном состоянии, он сватывается к аристократке, но получает от нее, естественно, отказ. И что им двигало уже в тот момент? Деменция, недемия, другой вопрос. Есть его же художественный день и был для него, как для человека, чем-то внешним, своего рода разделением его натуры и как бы сам по себе тянулся к световой правде. Изучение биографии Гоголя пишет профессор Чиш. Опять уже профессор Чиш уже в печени сидит, уже столько я читал. И Шейкевич, вместо того, чтобы свои, скажем, мысли высказывать, он опять цитирует профессора Чиша. А только закончил. Изучение биографии Гоголя пишет профессор Чиш крайне поучительное и для психолога, и для психиатра, так как выясняет нам, насколько гениальность может быть не слита со всей личностью автора. Гениальность может быть чем-то чуждым, посторонним всей натуре, всей духовной организации автора. Но с этим можно согласиться. Не изучив непосредственно всего материала, относящегося к жизни Гоголя, трудно возразить что-либо по существу уважаемому профессору. Но с некоторыми его объяснениями и утверждениями нелегко согласиться. Вот сейчас мы и услышим мнение доктора Шейкевича. Например, сатирическое отношение Гоголя к современной ему действительности профессор Чиш объясняет исключительно или в лучшем случае по преимуществу органическими причинами, не признавая всего его характера развития, тем более, что он был бесчувственен, благонадежен и так далее. Мне кажется, объяснение это грешит положительной неполнотой и односторонностью. Из данных, сообщенных автором, нужно заключить, что сатирическое отношение не имело своего источника в альтруистических и гражданских чувствах писателя. Допустим это, хотя и не без колебания, так как у подобных Гоголю невропатических натур одновременно отлично могут уживаться самые противоположные чувства. Итак, предположим, что источником служили неприятные органические чувствования, но ведь это только источник, а характер, содержание произведения вопрос. Помимо чисто художественной, изобразительной стороны, общее направление, весь так нравственный тон произведений, чем же обусловлены, как ни характером всего так или иначе полученного развития? Как бы бессознательно, интуитивно не было творчества Гоголя, как бы оно ни шло вразрез со всем складом его обыденной личности, нравственный лейн-мотив, его сатирические произведения, его незримые миру слезы сквозь видимый смех, свидетельствует, что его душе не были чужды ни альтруистические, ни гражданские чувствования. И чем интуитивнее его творение, тем с большим правом нужно признать, что эти чувствования заложены в самой основе его личности. Трудно согласиться и с некоторыми частными утверждениями профессора Чижа. Так профессор Чиж пишет, только здоровые могут любить свободу, истину, человечество, возмущаться произволом, стремиться к свету, облегчать страдания оскорбленных и униженных. А Глеб Успенский? А Гаршин? И неужели профессор Чиж не встречал среди своих пациентов-невропатов и даже страдавших душевным расстройством, конечно, еще не слабоумных людей, с высокими душевными качествами? Вопрос. Мой опыт не позволяет мне вполне согласиться с уважаемым профессором. Далее. По мнению профессора Чижа, такого раздвоения личности человека и личности художника не бывает у здорового писателя. Если речь идет только об отношении Гоголя к его творениям, то укажу хотя бы на Льва Николаевича Толстого, в здоровье которого не приходится сомневаться и который пишет. Толстой, что такое искусство? Выпуск 2, 1898 год, страница 224. Ну, скажем так, Шайкевич, конечно, видите, в здоровье которого не приходится сомневаться и который пишет. Кстати, уже последующие работы и Толстого делают больным. Значит, цитата Толстого. Конец цитаты Толстого. Только что сказанное, конечно, не умаляет достоинства ценного исследования профессора Чижа. Имея в виду намеченную в моей работе задачу, необходимо отметить следующие выводы из труда профессора Чижа. Первое. Ослабление дарования Гоголя под влиянием болезни, в которой нужно признать постепенно с перерывами развивающееся первичное сумасшествие. Ослабление дарования сказалось на качестве самих произведений, в их недостатках и, наконец, невозможности больше творить. Третье. Вероятное значительное раздвоение и даже противоположность обыденной личности писателя и творца гениальных произведений. Четвертое. Творчество, как душевный акт, может быть не только малозависимым, но как бы противоположным всему обыденному складу личности человека. Последний вывод, вообще и в частности, применительно Гоголю, требует значительных оговорок. Болезни же Гоголя был посвящен доклад доктора Г.Я. Трощина. Кстати, я и работу Трощина зачту вам. Прочитанный в 1902 году в заседании Русского общества нормальной и патологической психологии в Петербурге. Автор. Насколько мне не изменяет память, считает Гоголя совершенно душевно здоровым человеком или, в худшем случае, неврастейником. Но вот я его не считаю, конечно, совершенно здоровым человеком, Гоголя, после прочтения работы на чужом. Но я его не считаю первично сумасшедшим. Я его считаю психопатом. Вот так. И, конечно, Гоголя можно считать психопатом. Каким нарциссическим. Куда всунуть эту недоразвитость сексуальную, я не знаю, и что это вообще такое. Не знаю, таких данных нет. Никто не занимается изучением этого вопроса. Не встречал я. Все же недомогание его объясняет хроническим отравлением малярийным ядом. Так малярийным ядом и Баженов считал, что страдал малярией. В этом же направлении написана работа профессора Чижа Пушкин как идеал душевного здоровья. Профессор Чиж, отиск из ученых записок Юрьевского университета, 1899 год. Но я вам хочу сказать, Чиж считал идеалом душевной старости, здоровой старости и Афанасия Ивановича, и Пульхирию Ивановну, и старосветских помещиков. А, скажем, доктор Каплан, он показал совершенно иную картину. Так что и к работе профессора Чижа надо относиться, в общем-то, критично. Значит, что не отнять у профессора Чижа, для меня что важно, не трактовка его, не трактовка. Кое-какая трактовка, скажем так, может быть и может быть принята. А вот фактический материал он даёт, он хорошо изучил, он приводит очень много содержаний писем. Он даёт материал, на основании которого можно предполагать, чем страдал Гоголь. Вот ценная работа его. Вот. Довольно такая капитальная, подробная работа. А, скажем так, его объяснение, его трактовка. Вот. Я, например, с ней не совсем согласен. Понимаете? Не совсем. То есть, Чиж, понимаете, все ошибаются. И Чиж мог. Самое главное, мы должны понимать, что эта работа написана в конце 19-го, в начале 20-го века. Состояние психиатрии в то время было совершенно не такое, как сейчас. Не было ещё классификаций психических заболеваний, они вообще приняты. Понимаете? Вот поэтому и шли такие диагнозы. Недоразвитая сексуальная недоразвитая. Что это? Евнохаизм или что? Понимаете? Или патологическое состояние нервной организации. Что это за диагноз? Так, в этом же направлении написана работа профессора Чижа Пушкин как идеал душевного здоровья, в которой он ставит себе, между прочим, целью проверить теорию Ламброзо о росте гениальности и помешательства. Кстати, Чиж был сторонником Ламброзо. Но выяснение этого вопроса пишет автор, то есть Чиж, однако не исчерпывает всей задачи изучения психиатром жизни и произведения Пушкина. Это изучение приводит к несомненному заключению, что Пушкин обладал идеальным душевным здоровьем и вместе с тем дает психиатру материал для осуждения, чем отличается произведение больных гения от творения идеально здорового гения, а главное в чем состоит идеальное душевное здоровье. Я вам скажу так. Говорите о том, что я высказываю такую очень поверхностную. Но я, например, не рассматриваю Пушкина. Понимаете? Значит, Пушкин тоже, поведение у него было. Поведение у него были, у него было нарушено поведение. Понимаете? Поэтому в результате этого образа жизни, этого поведения, он так рано и погиб. Понимаете? Говорите о идеале душевного здоровья. Идеал душевного здоровья. Если говорить о том, не было ли первичного сумасшествия, конечно, не было первичное сумасшествие. А, скажем так, о том, что все-таки особенности отклонения поведения были у Пушкина, это понятно. Другое дело, насколько они глубоки, и можно ли, скажем так, значит, вот эти отклонения считать или приписывать, даже дать статус какого-то заболевания, даже по нынешним, скажем так, классификациям. Это уж другой вопрос. Но вот так утверждать, что Пушкин, как идеал душевного здоровья, который он ставил себе, между прочим, целью проверить теорию Ломборозова о росте гениальности и помешательства. Но выяснение этого вопроса, то есть проверки теории Ломборозова о росте гениальности и помешательства, пишет Чиж. Однако не исчерпывает всей задачи изучения психиатром жизни и произведений Пушкина. Это изучение приводит к несомненному заключению, что Пушкин обладал идеальным душевным здоровьем, и вместе с тем дает психиатру материалы для суждения, чем отличаются произведения больных гениев, о творении идеально здорового гения, а главное в чем состоит идеальное душевное здоровье. Ну, хватанул Чиж. Идеальное душевное здоровье. А его нет. Идеального душевного здоровья нет. Для выяснения всего этого профессор Чиж обычным образом пользуется как биографическими данными, так и разбором произведений. Первым уделяется несколько меньше двух печатных страничек крупного шрифта, а на основании этих более чем скудных данных делается заключение об идеальном душевном здоровье Пушкина. Тот, видите, тот Шайкевич, как и я, тоже не согласен с утверждением Чижа об идеальном душевном здоровье Пушкина. Дальше идет цитата из Чижа. Я как психиатр, говорит профессор Чиж, удивляюсь, как мог Пушкин перенести все постигшие его беды. Но эти беды он же сам способствовал их возникновению. Беды же эти сводились к заботам о деньгах, для удовлетворения потребностей жены, суровому деспотизму Беккендорфа, враждебному отношению некоторой части общества и семейным неприятностям. Конец цитаты. Он даже не заболел неврастыней. Это пишет Чиж. Правда, опять Чиж. Он похудел, пожелтел, вздрагивал при внезапном шуме. На среднее духа сделалось дурным. Но ведь такое состояние вполне нормально, заключает профессор Чиж. Но нормально, если имеются проблемы. Прежде всего... Я сомневаюсь, чтобы такое состояние было нормально. Это пишет уже Шайкевич. Когда человек похудел, пожелтел, вздрагивал при внезапном шуме. Меня даже не это интересовало. Это, конечно, нормальное было состояние, если у Пушкина в этот момент переживал какие-то проблемы. А его поведение было, ну, скажем так, не совсем сбалансировано. Вот чем вся проблема. Далее припомним, что Достоевский, это Шайкевич, всю жизнь был в неизмеримо худших условиях, после каторги. И, несмотря на эпилепсию, вынес. Я этим не хочу выразить сомнения в идеальном здоровье Пушкина. Для меня только неубедительные, недостаточные доказательства профессора Чижа. Это Шайкевич. Шайкевич, особенно данное о здоровье Пушкина, поражает своей бедностью при сравнении с таковыми в работе о болезни Гоголя. Кстати, это не первый раз. Ведь профессор Чиж утверждал, что Пульхерия Ивановна и Афанасия Ивановича были идеалом здоровой старости. А психиатр, значит, Каплан, он показал нам, как минимум, как минимум, Афанасия Ивановича не, скажем так, был в состоянии физиологической здоровой старости. Он был в состоянии, естественно, деменции. Так что Чиж грешит, грешит, тоже грешит, скажем так, субъективизмом. Разбор произведений еще больше убеждает профессора Чижа в идеальном здоровье Пушкина. В творчестве великого, то есть, значит, анализу биографического материала Пушкина Чижам было уделено очень мало внимания. То есть, там два печатных листа. А вот трактовки, анализу его произведений, значит, скажем так, значит, Чиж, конечно, анализу уделил большое внимание. И вот базируется на, скажем, утверждении, что Пушкин был идеально здоровым психическим человеком, базируется на анализе его произведений. А вот даже доктор Шайкевич тоже не согласен с тем, что особенно данные о здоровье Пушкина поражают своей бедностью при сравнении с таковыми в работе о болезни Гоголя. Потому что болезни Гоголя действительно там очень много фактического материала. И вот базируясь на этом фактическом материале, я даже дал свою трактовку, как я это вижу, с позицией сегодняшнего дня, а не с позицией конца 19-го, начала 20-го столетия. Разбор произведений еще больше убеждает профессора Чижа в идеальном здоровье Пушкина. В творчестве великого поэта поражает, это уже цитата из Чижа, благородное стремление к истине добру и красоте. Такое же гармоничное понимание истины, добра и красоты, присущее только здоровым людям и здоровым гениям, конечно, в большей мере и силе. Поэтому же Пушкин имел полное, цельное мировоззрение, был глубоко сведущим в современных ему знаниях, но уже знакомы с взглядами профессора Чижа на отношения душевно больных, и в частности писателей к двоединой правде. Михайловским знаем, что взгляд этот не всегда приложим, требует оговорки. Видите, Шайкевич тоже не во всем соглашается с Чижом. Сделаю ее, и я в данном случае указал на нецензурные, но известные стихотворения Пушкина, нецензурные. Я не думаю, чтобы они свидетельствовали только о шалостях поэта. Если красота в них, может быть, не пострадала, то добро, во всяком случае, понесло ущерб. Напомню, чрезмерно строгое, и потому не вполне справедливое отношение Льва Николаевича Толстого к Пушкину. «Толстой. Что такое искусство?» Издание 1898 года. С точки зрения той же правды, чтобы иметь большее право усомниться в приложимости этого критерия к произведениям Пушкина. Прежде чем перейти к авторам, разбиравшим литературные произведения, затрагивающие психопатологические темы, необходимо остановиться на работах, так сказать, переходных, в которых, если и рассматриваются такие произведения, то постольку, поскольку в них отражается душа художника, и таким образом также дается возможность уразуметь тот же занимающий нас процесс художественного творчества. В этом отношении чрезвычайно любопытна статья доктора Баженова «Больные писатели и патологическое творчество». Баженов, 1903 год. Автор прямо говорит, что тема его беседы, цитата, «ограничена вопросом о том, как отражается душевная болезнь писателя в его произведениях». Конец цитаты. Это отражение выражается в трех типах. Во-первых, художественный пересказ перенесенного психического расстройства «Так Гаршин в красном цветке в Герарде Нервал в Ауреле описали». Описал. Почему «описали»? «Так Гаршин в красном цветке» «А! Гаршин в красном цветке» «А Герарде Нервал» это, скажем так, французский начитавтор «В Ауреле описали острое душевное расстройство, которым сами страдали». Могу согласиться. А Фома де Квинси и Эдгар Поэ Эдгар Поэ у нас, говорят, дали прекрасное изображение отравления опиумом и алкоголем, которыми они так часто злоупотребляли. Во-вторых, своеобразный отпечаток психопатических особенностей писателя на всем его творчестве. Доктор Баженов вполне справедливо говорит, цитата, «Еще больший интерес представляет анализ того, каким образом известные свойства ума и характера автора, в данном случае, его психические особенности отражаются на его произведениях. Конец святаты». Известно, что Достоевский страдал эпилепсией. Он дал нам прекрасное описание так называемой эпилептической ауры у князя Мышкина в Идиоте и Кириллова в Беса и эпилептического характера, начиная с Нелли, униженные и оскорбленные, и кончая смердякомом братья Карамазовы. Беринский отметил в таланте «достоевского» «нервичность». Михайловский назвал его «жестоким талантом». Эту жестокость таланта – это частое сближение любви и дружбы со злобой и ненавистью, совпадение сладострастия с мукой или истязанием. Доктор Баженов склонен «объяснить болезненным складом души автора преступления и наказания». Аналогичный пример представляет Мопассан, отличительной болезненной чертой которого, по мнению доктора Баженова, была индифферентность, несвойственная, особенно его возраст. Автор полагает, что Мопассан пользовался своими патологическими настроениями как конвой для своих рассказов. Да, у Мопассана много таких страшных и вообще полусумасшедших новелл. Так, по поводу рассказа «Унказ де диворзе» доктор Баженов пишет, цитата, «Хотя нет никакого основания думать, что Мопассан страдал таким же патологическим извращением как герой этого рассказа, но можно с уверенностью предполагать, что он воспользовался ощущением своей анормальной психологической реакции, чтобы исходя от нее объяснить эти болезненные состояния». Кстати, Мопассан заразился сифилисом и, в общем-то, умер от прогрессивного паралича помешанных. Это я знаю. И, наконец, третий тип отражения душевной болезни автора в его произведениях выражается в создании им таких образов и анализе таких психологических состояний, которые могли быть воспроизведены только благодаря сочетанию в авторе большого таланта с большим душевным страданием, то есть, исходя из опыта, личного опыта автора. Благодаря этому третьему типу отражения Достоевским так превосходно описаны тогда еще почти неизвестные науки и теперь недостаточно разработанные навязчивые идеи и импульсивные влечения на вырождающейся основе у Ставрогина и Мопассаном в рассказе Унфо. Приведенному разбору доктора Баженова, конечно, нельзя отказать в глубине и тонкости. Все высказанное им вполне возможно, вероятно, и я бы сказал, типично для большинства писателей, изображавших темные, больные стороны души. Но отсюда как бы сам собою рождается вопрос, является ли описание этих темных, больных сторон души всегда или, большей частью, только художественным претворением субъективных качествов автора или для их воспроизведения достаточно восприятия объективно наблюдаемого вопроса. Другими словами, всегда ли патологические образы и чувствования субъективны, то есть, являются нераздельной частью обыденной личности автора или только случайным, объективно воспринятыми и временными переживаниями его художественного вдохновения. Вопрос этого вопроса доктор Баженов, к сожалению, не коснулся. А между тем, мы знаем больших писателей, прекрасно изображавших, конечно, не так много, как Достоевский и Мапасан, больные стороны души, душевное здоровье которых не подлежит сомнению. Для примера назовут Тургенева, Толстого и из иностранных хотя бы Золя. Ссылка. Исследование, проведенное Тулу, показало, что Золя, несмотря на навязчивые идеи, мог считаться человеком вполне уравновешенным. Эдуард Тулу, Энкветы, медико-психологики, Сурлес, Рапортс, Де Ла, Супериорте, Интеллектуэли, Авекс, Нойропати, Эмиль Зола, Париж. То есть, это работа этого автора вот на французском языке. Так, как бы продолжением этой статьи является другая работа доктора Баженова, символисты и декаденты, противоположность немецкому врачу Марксу Нардау, Максу Нардау, Макс Нардау выражение, какую-то часть я уже зачитал, еще предстоит, и французскому Эмиле Лорен, Эмиле Лорен, Эмиле Лорен, «Ла поэзия декаденте де ван ля сайенс психиатрике», 1897 год. Макс Нардау переведен на русский язык выражения и французу Эмиле Лорен. Писавшись на ту же тему, доктор Баженов сознает, цитата, «что следует быть очень осторожным в положении художественным явлением такого специального исключительного критерия, как психиатрический». Конец цитаты. «В нарождении успеха символистов и декадентов нужно видеть явление сложное для оценки которого необходимо принять во внимание нормальные психологические факторы, своего рода реакцию против чрезмерного реализма в искусстве, позитивизма в науке, некоторого материализма в философии. Все это должны оценить историки, социологи и художественные критики». Автора же, как психиатра, занимает жизнеспособность этого направления и творческая сила его представителей, судя по их биографиям и произведениям. Указав на тот факт, что среди декадентов есть немало лиц совершенно здоровых, немало простых подражателей, вольных и невольных, доктор Баженов останавливается на разборе как произведений, так и биографических данных некоторых заметных и выдающихся представителей этого направления, а именно Бодлер, Верлен, Уальд, Жам, Шамбиш, результат, к которому он пришел, то, что все они страдали нервно-психическим расстройством. Бодлер, Верлен, Уальд, что все они страдали нервно-психическим расстройством, при том, в такой сильной степени, которая приводит психиатрическую больницу или даже на скамью подсудимых. Конец цитаты. Что касается литературных произведений, большинство этих писателей, то автор в них отмечает, цитата, скудость, фантазии и убожество мысли, поверхностность, капризность и причудливость, настроение, извращенность вкусов и вообще ненормальность психологической реакции, нравственную тупость, уродливость и болезненность ассоциативных и высших логических процессов, равную той, которую можно наблюдать в тяжелых и, большей частью, неизлечимых формах психоза, а рядом с этим ничем не мотивированную переоценку собственной личности. Конец цитаты. Отметив эти черты у декадентов, доктор Баженов задается вполне понятным вопросом, можно ли согласиться с Максом Нордау о всеобщем выражении, являемся ли мы в самом деле свидетелями периода упадка и умирания старых культурных рас. Конец цитаты вопроса. И ответ мы получаем вполне правильный и, конечно, отрицательный, основываясь на том, что среди представителей и других литературных течений, как прежде, так и теперь были и есть больные люди. Что же касается родства, гениальности и безумия, то даже если согласиться с мнением Ломбразо, то число им насчитанное очень невелико, и при том среди них встречаются такие гении, о которых едва ли кто слышал, как Леи, Лейт и другие. Все таки остается невыясненным вопрос, почему действительно среди декадентов больше больных, чем среди представителей других литературных течений, и почему даже здоровые писатели этой школы, например, Метерлинг, самостоятельно или подражательно считают нужным давать нам творения уродливые по форме и по содержанию вопрос, прежде, чем ответить на этот вопрос обратимся еще психиатром, разбиравшим декадентов. Близко подходит к разрешению этого вопроса доктор Шейнис. Ссылка Л. Шейнис. Роль психического автоматизма в новом искусстве «Русское богатство» 1901 год, выпуск сентябрьский. В новом искусстве декаденции видит выражение уклонения от нормального протеста против чрезмерного реализма еще глубже от живающего строя жизни. Автор полагает, что психиатры, объясняющие все направления ненормальностью его представителей, ничего в сущности не объясняет, так как всякое направление может насчитать в рядах своих несколько больных людей. Направление это прежде всего явление общественное и нужно показать те общественные условия, в силу которых могла развиваться основная черта этого направления непреодолимое желание выпадить на всеобщее удивление свое я. Цитата из Михайловского «Вся суд, по мнению доктора Шиниса, заключается в нарушении связи между высшей и автоматической психической деятельностью. Этот разрыв зависит настолько от болезненности отдельных представителей сколько от нравственного оскудения». «Опять воду взял, забыл взять, пересохло и дерет горло». Нельзя не согласиться с общим, в общем с мнением доктора Шиниса, но нельзя мне кажется также принять его чрезмерно скептическое отношение к вмешательству психиатров. Всякому понятно, что декабенство и символизм как художественно- литературное течение возникло из естественной реакции против своеобразно понятого и прочувствованного позитивизма, из неудовлетворенности выводами науки, из усталости в общественно-политической борьбе за лучшее будущее из реакции против крайности реализма. Все эти причины, как полагает доктор Шинис, привели к тому, что появилось нравственное оскудение. В скобках маленький скачок в восклицательный знак. Против этого, конечно, трудно спорить, и я вполне согласен, что в этом именно заключается примакауза. основная причина, первичная причина. Причины эти по природе свои, общественно-психологические. Но что дальше следует вопрос, к чему ведет нравственное оскудение, к разрыву между высшей и автоматической деятельностью, отвечает доктор Шейнис, и к преобладанию в творчестве нижних психических актов. мне кажется, возможно, спроси, что же преобладание автоматической душевной деятельности вполне нормальное явление, то есть преобладание подсознательной, инстинктивной деятельности. И вот Шайкевич спрашивает, мне кажется, возможно спросить, а что же преобладание автоматической душевной деятельности является вполне нормальным явлением, я думаю, один факт. Его преобладание указывает на его приближение к патологии. Теперь уместно сделать попытку ответить на поставленный вопрос о значительном числе душевно ненормальных среди декадентов и об уродливых болезненных чертах их творчества, признав выше приведенные основные причины, породившие это направление, нужно отметить, что основной чувственный тон этих сложных условий разочарование, недовольство и усталость, состояние, отличающееся угнетающим свойством. Угнетение же ведет к усилению эгоистических чувствований чрезмерное выпячивание собственного «я», нравственное оскудение, сознание собственной слабости и необходимости опоры, хотя бы в мистицизме. Угнетение само по себе, как настроение, мало, конечно, жизненно живительное. Охватывая в известное время целое общество, должно прежде всего привлекать людей, которые так или иначе предрасположены к его восприятию и восприятию всего, что с ним связано и из него вытекает. Отсюда понятно, что в числе многих, особенно первых, представителей этого направления являются больные люди, которые благодаря своей нервозности способны действовать на толпу, возбуждать подражание. Сказанным дается ответ только на одну половину вопроса о большем числе больных среди декадентов. Почему же это направление имело успех, несмотря на все свое, по час, уродливое проявление? Вопрос полностью ответить нелегко. Можно сделать такое предположение. Успех оно имел потому, что основной психологический момент, его основное настроение, его породившее угнетение охватывало само общество. И значительная часть общества приняло это направление, потому что почувствовало в нем ответ на свои собственные чувствования и запросы, пользуясь и меряясь с его уродливостями, или же из подражания, или же из несмелости, или же из предпочтения содержания, несмотря на форму. Но мы уже теперь знаем, что направление это недолговечно с ослаблением, угнетением, как в теории, так особенно на практике, с отклонением протеста на рациональный путь, с выяснением возможности обновления дальнейших сочетаний научно-философского детерминизма, снабсменным идеализмом и индивидуализма с общественностью и в искусстве проявилось новое воскресшее живое направление, сильное своей верой в личность человека и в необходимую для него общественность. Такое содержание облеклось и в надлежащую, ясную, понятную всем и потому художественную форму. Последняя статья доктора Баженова, две работы доктора Шейниса и некоторые соображения, только что высказанные мною, дают право на заключение, что задача психиатра-критика сводится не только к выяснению психического механизма творчества и сопоставления творений больных писателей и их жизни, но еще больше к общественно-психологичному и, в частности, общественно-психиатрическому анализу в условии той или другой ненормальной струи какого-либо художественного направления. К сожалению, этого взгляда не придерживается третий психиатр, писавший о символизме. Речь идет о докторе Рассалиме, Григории Ивановича Рассалима, искусство, больные нервы и воспитание. Кстати, эту работу, статью Григория Ивановича Рассалима, я уже зачитал, можете найти и послушать. Ссылаясь на авторитет Ламброзо и Макса Нардау, доктор Рассалима считает символизм больным искусством, но если объяснение декадентства докторам Рассалима оставляет желать многого, то в его интересной статье есть места, касающиеся психологии, художественной деятельности и творчества, заслуживающие серьезного внимания. Согласно с Антоном Чеховым, автобиографические сведения доктора Рассалима полагает, цитата, что условия художественного творчества в иных случаях решительно требуют уклонения от научной точности, поэтому подвергать художественные образы точному психиатрическому разбору, ставить диагностику и ранжировать их по клеткам психиатрической классификации, представляет бесцельную работу и свидетельствует о непонимании психологических законов эстетики. Конец цитаты Рассалима. Я никак не могу принять полностью сурового и категорического взгляда этого автора. Конечно, художественное изображение душевного уклонения не может и не должно быть научно-протокольным, как желал это представить хотя бы Золя, и тем, конечно, грешил против основного требования искусства не изгонять иллюзии, но оно должно отличаться условностью, возможным соответствием действительности и конечной типичностью. Принимая это во внимание, психиатр-критик и должен рассматривать его как рисующее, условно возможное и типичное, ведь те описания душевных заболеваний, которые дают нам учебники, тоже только типичны. Только тут их типичность выводится путем объективного наблюдения, логического сопоставления и обобщения. Художник также объективно наблюдает, большей частью интуитивно познает, интуитивно же обобщает и образно представляет. Мне кажется, вся разница в интуитивном познании или познавании и образном представлении, но так как и последняя деятельность касается изображения действительности же, то ограничивая себя известной условной возможностью и типичностью, можно подойти с научной критикой без боязни, без цельности подобной работы. Интересные взгляды доктора Расселима на психологические условия художественного творчества, благоприятствующие душевным заболеваниям. Цитата. В художественном творчестве, пишет доктор Расселима, участвуют три элемента психической жизни, то есть первая эмоция, вторая воображение с образами, воспоминания и псевдогаллюцинациями, и третья – специальная интеллектуальная энергия, служащая для управления первыми двумя моментами в целях регулирования или возбуждения их. Во-вторых, эмоциональная сфера должна быть не только особенно чувствительна сама по себе, но и должна под влиянием известного сочетания образов, давать место специфической, так называемой эстетической эмоции. В-третьих, образы должны отличаться яркостью, телесностью, должны сочетаться с известным чувством, способствовать мотивированному настроению, и сверх того, не должны прерывать связи с остальным духовным строем художника. Наконец, в-четвертых, чувствительность эмоциональной сферы и корковых центров, высших органов, чут, должна быть настолько велика, чтобы влияние воли на бессознательный мир могло бы граничить со способностью самовнушения образов и настроений. Другими словами, если возбудимость мозговой деятельности художника не должна переходить за пределы нормы, то во всяком случае она должна занимать пограничную область между нормальным состоянием и патологией. Поэтому нет оснований настаивать на том, что самый процесс художественного творчества есть в простом смысле слова патологический процесс. Тем не менее, однако, следует признать, что он требует таких особенностей нервной системы и приводит ее в такие состояния, при которых более чем возможны расстройства ее деятельности в зависимости всего более от сторон ее, участвующих в качестве элементов процесса нормального художественного творчества. Ну, вот такая цитата из Рассалима. Чуть нож чешется. Насколько я понимаю, автор, мысли его сводятся к следующему. Во время художественного творчества наблюдается особое состояние душевной деятельности, которое сводится, первое, к повышенной эмоциональности и в частности эстетической, второе, яркость и образов не оторванных от всего душевного склада автора, и третье, к такой возбудимости мозговой деятельности, которая стояла бы на границе с болезненностью. Отсюда вывод, что художественное творчество представляет собой процесс неболезненный, но близкий к таковому. Едва ли можно сомневаться в наличности указанных элементов в художественном творчестве, но количественное по интенсивности близо этих элементов с таковыми предушевным расстройствием, или вернее, я сказал бы, количественная аналогия не дает еще права говорить о пограничности двух процессов, а следовательно о предрасположении. Если вспомнить ту качественную разницу обоих состояний, те чисто органические, чисто токсические условия, которые лежат в основе душевного заболевания, то эта видимая пограничность окажется не такой уж близкой. Если мы и наблюдаем как будто часто комбинацию болезней и художественного дарования, то это возможно и как осложнение, а не психологическая связь. Но чаще, не чаще ли можно встретить душевные уклонения у людей без художественного таланта? Я думаю, с этим вопросом приходится считаться. Теперь мне кажется, возможно подвести итог всему сказанному. Необходимо решить, какие цели должны преследовать работы психиатра, в которых рассматривается жизнь больного художника и его произведения как материал для познания психологии его и психологии его творчества. Цели эти могут иметь ввиду с одной стороны интересы психиатрической науки, с другой интересы художественно-научной критики и искусства. Психиатрия может извлечь известную выгоду из подобного рода работ. Конечно, одно определение, что такой-то писатель страдал такой-то формой душевного расстройства ничего не дает. Гораздо важнее для нашей науки как болезненные черты писателя отражаются в его творениях. Особенную цену получают такие произведения, которых автор описывает перенесенные им душевные расстройства, например, красный цветок горщина, состояние пред припадком подучей, так мастерски описанные Достоевским. Если мы ценим рассказы и записи обыкновенных больных, то такие автобиографические рассказы писателей, как наиболее тонких и чутких наблюдателей, наблюдатели еще более должны иметь для нас значение. Их проникновенная наблюдательность и художественная интуиция, качество, которым не обладаем мы, научно вооруженные наблюдатели, не раз еще окажет услугу нашей науке. Изучение произведений не автобиографического характера может служить ценным подспорьем для сужения об отношении художественного дарования ко всему душевному складу художника вообще и к лучшему уяснению сложной психологии высшего дегенеранта. Сказанным не исчерпывается польза, которую может извлечь психиатрия из подобного рода работ. Дальнейшие выгоды, о которых я намерен говорить, одинаково имеют значение как для психиатрии, так и психологии, так и для художественно-научной критики искусства. Факт нередкого совпадения художественного таланта с душевными уклонениями обязательно приводит к необходимости рассмотреть это интересное сочетание. Какое уже отношение таланта к душевной болезни? Вопрос. Не думаю, чтобы в настоящее время кто-либо из психиатров придерживался крайних взглядах Ламбразо и скороспелых сообщений или обобщений Макса Нордау. Подлежит также сомнению то утверждение, что художественное творчество и деятельность по интенсивности психического процесса и характеру психических элементов ему присущих близки стоят на границе с таковыми при помещательстве. Нужно думать, что состояния эти скорее аналогичны, чем родственны и различаются не только количественно, но непременно качественно. Я полагаю, если сравнить произведение нормального творчества с таковыми во время лёгких маниакальных приступов или даже невропатической экзальтации разница получится заметная. Болезнь, как было отмечено, только губит в конце концов талант. Если же мы знаем совершенные произведения, созданные больными людьми и даже в болезненном состоянии, то мы не знаем ещё, какого бы совершенства достигли они, если бы их творцы были здоровы. Мне кажется, априори можно предположить, что душевный процесс творчества, как наиболее совершенный и полезный для человека, не может быть по природе своей росвенен болезненному. исследования о душевном здоровье художников, подобные тому, которые сделан профессор Чиж Апушкины, могли бы оказать существенную услугу для разрешения намеченного вопроса. К сожалению, попытка профессора Чижа не вполне удовлетворяет. Не выходя из пределов моей чисто методологической работы, я полагаю, не лишним отметить важное решение следующей задачи психологии и отчасти психопатологии творчества. Задаются вопросом те или другие отрицательные черты порочные или болезненно порочные влечения, которые изображаются произведения, являются ли они для художника объективно наблюденными или только притворениями извне воспринятого, или же автор и воспринимает извне и притворяет только потому, что в душе его заложены уже родственные чувствования и мысли. Вопросительный знак. К слову, каким данным случаем является процесс более творчески объективным или творчески субъективным? И, наконец, если даже в душе художника и возникают как бы самостоятельно автоматически отрицательные чувствования, то переживаются ли они как художественные интуиции, оплачаются ли во внешние образы или же входят в состав обычного настроения и жизни писателя. Вопрос. Точно разделить эти состояния на практике путём непосредственного наблюдения и самонаблюдения нелегко, чаще, конечно, попадаются, я сказал бы, люди смешанного типа с тем или другим преобладанием. Но какой тип более здоров и совершенен в смысле высоты и законченности психологического процесса безразлично будут ли изображаться положительные или отрицательные качества вопроса. По-моему, первый тип, так как у людей этого типа процесс творчества более дифференцирован, конечно, принадлежащая снижающие интеграции с другими сторонами душевной деятельности. В только что сказанном можно найти и решение вопроса об отношении таланта к обыденному складу душевной жизни художника. В предыдущем было также указано, что при рассмотрении психологии и психопатологии художника болезненных сторон в том или другом литературно-художественном направлении невозможно обойти и является существенно необходимым применить общественно-психологический разбор. Все сказанное конечно существенным образом касается как психиатрической науки так и художественно-литературной критики искусства и все общество четко к разрешению намеченных вопросов должно быть благодарно и психиатрам если они правильно строго объективно укажут например на болезненное происхождение каких-либо недостатков выдающегося и дорогого писателя и тем в значительной себе оправдают его предсудом нравственным на этом я покончу с первой половины моей работы о русских психиатрах изучивших здоровую и больную душу писателей в их жизни и произведения и перейду к психиатрам рассматривавшим выведенные в произведениях лица с своей специальной точки зрения окончание следует подпись М. Шайкевич Ну вот на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение этой статьи петербургского психиатра М. О. Шайкевича под названием «Психопатологический метод в русской литературной критике» Первая часть Ну благодарю всех вас мои уважаемые слушатели с тем что вы проявите интерес к прослушиванию этой работы она немножко такая мудрённая не такая интересная и простая для понимания как в описании профессора Чижа чем болел чем болел Николай Васильевич Гоголь несколько такая ну доктор молодой он сам об этом пишет но всё-таки интересно в коллекции значит у меня там большой лист есть посвящённый фотографии под названием наименование фотография значит эта работа удачно войдёт в этот плейлист спасибо и до свидания до следующих встреч до встречи Продолжение следует...